Социофоб, социопат. И мне с людьми обычно, ну, тяжело разговаривать. Останавливаешь сердце человека, потом заново запускаешь. Взял их и пошел в огороде и сжег их. Мама говорит, что за угольки в огороде лежат? Ну, что, такое тоже бывает. Ничего страшного. Доделали игру, сделали демку, полетели в Петербург, взяли первое место. Круто было, оказывается. Но с самолетиками бы все получилось. Ну, что, творческие люди бывают. Всем привет! На связи культурный центр Порт. И это очередной выпуск онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора онлайн», во втором сезоне которого мы рассказываем о наиболее интересных и знаковых художниках Сургута и Югры. С тех пор, как мы начали снимать выпуски второго сезона, множество людей мне задавали вопрос. Это все, конечно, хорошо, но где же Булат Сайфуллин? Мы ждали, когда сможем записывать выпуски очно, общаясь с нашим гостем живьем. И, наконец, мы дождались. Сегодня у нас в гостях Булат Сайфуллин. Булат, привет! Здравствуйте, Юрий! Для начала предлагаю вспомнить, собственно, самое начало, как ты стал художником, как пришел к этому, учился ли где-то или самообразование. Так, издалека, да, начнем. Я не планировал стать художником. Я всю жизнь хотел быть кардохирургом с самого детства. Раньше были советские передачи, и один раз показали эту профессию. Я думаю, так круто, ну, то есть ты останавливаешь сердце человека, потом заново запускаешь, такое какое-то подобие Бога, да. Я все изучал, изучал, смотрел, но один балл не прошел. Сходил там в армию, вернулся и не поступил на медицинский снова один балл. А медицинский факультет был очень дорогой. Я думал, пойду водителям работать, сейчас накоплю себе быстро денег и оплачу себе учебу. Но система, она такая, она заматывает, и уже другие у тебя становятся ценности. И как-то я шел с работы, на автобусе я не поехал, и пацаны нарисовали граффити на моей работе. Но я подумал, что-то, почему, что, это же моя работа, я тоже хочу так это нарисовать. Но я пошел не домой, я пошел за банками с краской и в автомагазин, вернулся, нарисовал свою граффити. Через пару дней появилось еще одно рядом с моим. Но я подумал, что это вызов, и в это я все втянулся. То есть это такая прямо как история Бэнкси и Роба. А у них похожие, да? Бэнкси первым перекрыл чужую работу, и потом у них начался такой длинный батл на одной и той же стенке, и в конце концов Роба умер, и Бэнкси в его память восстановил его самую первую работу. Вспомнил, да, это достойно он сделал. В общем, у тебя начиналось все примерно так же, да? Это было где-то на стенах Сургута? Это было на промзоне, восьмой промузел где, вот там. И то есть ты уже как бы увлекся стрит-артом, и изначально твоими полотнами были городские объекты? Совершенно верно. Дальше стало это все развиваться, я уже в это втянулся. Работа там водителя, да, мне стало уже неинтересно. Я уже-то, по-моему, на втором, на третьем курсе учился, в промышленность я хотел уйти. Но я понял, что мне, ну я не хочу, мне вот это чуждо, да, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты тут делаешь вообще. Это же не тот, чем ты хочешь заниматься. И тут жизнь твоя летит, кажется, что вниз, но сейчас я осознаю, что нифига. Вселенной, богам, да, кто во что верит, гораздо виднее, что нужно человеку. Ну и через какой-то момент времени у меня лучший друг Андрой, ой, Андрой, простите, Андрей Полонников Александрович, он художник, и он предложил, говорит, слушай, ты вот бегаешь по стенам, рисуешь, перенеси граффити на холст, это, говорит, новое будет направление. Я такой, что за бред, какой граффити на холсте? В этот момент влетает Бензи вот с этими выставками, все дела, я такой, ничего себе, это же вроде, ну да, что-то в этом есть. Ну и я давай в это, в этого все ливаться, узнавать, и да, действительно все получилось, все удалось. Ну и образовали объединение Black and White. Да, потом Андрей уже разочаровался в людях и ушел, и Black and White остался только я, и я забрал уже себе это имя в соло. Black and White это, то есть, черное и белое? Кто из вас был черным, а кто белым? Актуальный на сегодня вопрос. Так, я черный кот, и, ну, белый ворон, да, белая ворона у него, логотип был, он на картинах, где была белая ворона, это работа Андрея Полонникова. А у тебя еще был пазл черный. А, так, пазл, хороший вопрос, спасибо. Пазл это был, когда именно объекты с ретарта, то есть, когда трафарет, какие-то пакеты и плакаты, да, которые уже, они недолговечны, там был, да, пазлик, это как-таки, как сказать, работа серий, ну, серия работ, именно стрит-арт, стрит-арт, да, там был пазл. В порту ваша первая выставка совместно с Андреем, то, что выпало из сердца, состоялось в сентябре 2013 года, это был первый год существования порта, и это, наверное, в Сургуте была первая выставка именно стрит-арт работ. В принципе, можно сказать, что такое какое-то что-то оригинальное и новое для этого города. Как вы вообще решили создать, ну, провести выставку в какой-то экспозиционном пространстве, как, почему пришли в порт и как это все произошло? Потому что тогда портом руководил Сергей Нестеров, и я уже о вашей выставке узнал, как бы, что она состоится, просто как факт. А вот предыстория даже мне неизвестна, если честно. Хороший вопрос. Во всем, как всегда, виновата женщина, да, вот всегда, вот. Ну, это истина, это. Я хотел сделать выставку для нее, чтобы она пришла, там, некая женщина, скажем так, Н, да. Ну, я ходил в городские галереи, да, и мне отказывали, предлагали написать заявление на следующий год, чтобы выставка состоялась, как бы. И вот в какой-то момент я узнаю, что открылся порт. Я такой, ну, порт и порт. И все говорили, сходи туда и сходи. Ну, я прихожу, Нестерова на тот момент не было, ну, я помню, этот был пустой зал. Как раз в тот момент какой-то художник, он не смог выставиться, собрать свою экспозицию, ну, я не буду умничать, что там у него случилось. В общем, он не выставился. Ну, и я после беды прихожу, да, к Сергею, и он говорит, показывай работы. Я показал наши работы, он сказал, хорошо, давай, это прикольно. Ну, и мы сделали выставку. Женщина не пришла. Ну, то есть, изначальная задача не выполнена, но зато была выполнена более глобальная задача. Сейчас так, чик-чик, пойдут кадры с открытия или даже с закрытия выставки. Там дым, лазеры, коктейли какие-то топовые. Вот на данный момент не то, что в порту, вообще в любом культурном пространстве сложно себе представить подобное мероприятие. А тогда это было прямо, ну, с одной стороны нормально, а с другой стороны это было очень круто. То есть, я вот, например, был поражен таким серьезным подходом. То есть, если там кто-то что-то разливает, какие-то напитки, это всегда какие-то люди там в костюмах с бабочками. Если это лазерное шоу, то это нормальное лазерное шоу. Этот перфекционизм в тебе всегда присутствовал? Или это тоже в основном ради девушки делалось? Нет, девушка в какой-то момент уже отошла, как бы, да, ну, из этого всего, так, из этого всего мяса, что начало у нас получаться. Там уже стали другие цели, то есть, ну, это я сейчас осознаю, что мной двигало. На тот момент я этого еще не понимал. Я хотел, чтобы вот гости, которые придут, ну, чтобы им понравилось. И также я Андрею говорил это, слушай, надо что-то принести, то сейчас гости опять придут, повтыкают в картины и уйдут. Надо же как-то разбавить, надо сделать шоу, чтобы действительно человек пришел на выставку, получил кайф, да, как бы отдохнул душой и телом, взял этот там бокальчик с минералкой, прошелся, хочет уже уходить, да, там, послушал музыку живую. И спокойной душой уже, получив вот эту какую-то культурную эйфорию, да, он спокойно уже уходит, что он был на достойном меру приятия, за которое не стыдно. Как на тот момент у нас такой концепт появился, что мероприятие надо проводить так, чтобы не было стыдно. Ну и как я сравнил другие выставки, как проходили в стерхе, да, в музее, ну наши, если возьмем площадки. И они были, ну, такие скромные, как бы, это были какие-то советские стандарты, и мы просто решили что-то добавить к этому. Я нового ничего не придумал, я просто усилил, да, сейчас я понимаю, что мы на тот момент сделали. Мы усилили то, что вот есть, то есть есть у нас экспозиция, и мы просто делаем ее бодрее. Ну, то есть был задан какой-то стандарт вот так сходу, который уже, точнее, не стандарт, а какая-то планочка такая определенная уже, которую все старались достигать, если у них это получалось. Кукла Игорь появилась тоже на первой выставке, которая потом сопровождала почти все. Да, да, я помню этот момент, когда он появился. Было слишком мало контента, да, как сейчас говорят, и мы решили чем-то его разбавить, что-то то, что-то так. И тут я ляпаю вслух, а мы сидим, я помню, у Андрея дома, что-то вот эти инсталляшки мы придумываем. Я говорю, слушай, вот мне нравятся куклы Вуду, давай огромную куклу Вуду. И Андрей говорит, слушай, это круто, и все ребята, которые были в тот момент с нами, которые нам помогали это все делать, они тоже оценили, что это прикольно. Но когда мы его собрали, мы уже поняли, что это наш талисман, что надо его приводить за день до начала выступления, галереи, старта экспозиции. И мы его садили, чтобы он там злых духов отгонял. Создавал правильную аут. Да, со временем мы убрали у него эти иголки, потому что, ну, это не надо так делать. И Игорь, да, стал таким неким нашим талисманом. Что с Игорем сейчас? Ждет следующего проекта, то есть все в порядке. Мы его подшили, просушили, то есть он ждет. Следующий проект, который ты сделал, это был вернисаж Behind the Wall в ноябре 2014 года. На какой-то интересной площадке. Расскажи, как тоже родилась идея и как все организовалось. Мы был в ноябре, да? А, у меня день рождения было как раз. И я хожу, думаю, что-то посмотрел на план мероприятия, но что-то думаю скучно. Я пришел к Максиму Яровому и говорю, слушай, давай сделаем выставку за две недели сейчас. Ну, просто год завершим, чтобы было все круто. Он мне не поверил, что можно сделать выставку за две недели. Ну, я-то был на тот момент такой горячий, как бы, и такой думаю, а я сделаю? Ну, и давай всех собирать, собирать вот это ту-ту-ту-ту. Потом думаю, так, нужно же площадку. Порт, по-моему, был занят, да, стерх там вообще ничего не светило. Потому что там за год надо подавать заявление. В порту, кстати, теперь тоже. Ну, и вот, я начал искать площадку. И такой сижу, анализирую. Так, слушай, там же этот стрит-арт, как бы, мы же этот движ продвигаем. Слушай, нужно, нужно что делать? Нужно родить помещение, да, такой, так, помещение, так. Денег у нас мало, да, на толпу там. Ну, тысяч пятьдесят, да, думаешь, так, хорошо, большой будет зал такой. И ты думаешь, 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 потом и в какой-то момент ты осознаешь, что то, что тебе нужно, оно вот рядом. Я такой, смотрю на какую-то стройку и думаю, слушай, а вот старое, ну, вот это, помещение с черновой отделкой. Можно же взять, его же дадут бесплатно, но его же не продали. Ну, я пошел по застройщикам. Кто-то из застройщиков просил деньги, кто-то отказал. У кого-то было помещение не сдано. И Владимир Трофимович Самбурский, когда я до него дошел, у него был номер семь по списку. Это сейчас выяснили, что счастливое число. Я пришел в кабинет, я рассказываю так и так. Хочу сделать выставку. У вас же просто стоит, давайте поможем друг другу. Я вам говорю, приведу первых лиц Сургута. Я им лично приглашение принесу. Он такой, ладно, хорошо. Ну, выслушал, разумеется, концепт, что у меня есть там. Ну и все, мы дальше начали с этого работать. Ну и дальше, больше я снова прихожу к Яровому. Он начинает в это верить, начинает помогать. А, забыл, простите. В этот момент к нам присоединяется, ну как присоединяется, я к одному из первых к нему пришел, это Дмитрий Кривошеев. Я говорю, слушай, у тебя же есть звук, колонки, там весь этот движ бэкстейджный, да, давай, помоги мне сделать. Он говорит, не вопрос, давай. И как бы у меня уже подкрепа есть такая, да, в виде Дмитрия Кривошеева. И дальше всех давай собирать, собирать. Потом Дима Репин присоединился, тоже начал нам помогать. Говорит, слушай, я друг этого Боровкова Олега, да, саксофониста, давай его пригласим. Я говорю, ничего себе, ты что, прям вот так? Он, да, да, давай мы предложим просто, говорит, друг приедет. Ну, и Олег Боровков приехал, как бы. Ну, все, это собирается в выставку. У нас здесь остается два дня на рекламу. Там у нас был, есть такой друг, еще один Влад, и он сделает рассылку, ну, и у нас просто вот это мероприятие начинает разматываться, 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 и просто за два дня, грубо говоря, мы собираем это все в кучу и выпускаем, как комету какую-то, да. Ну, вот примерно так это все выглядело. Ну, я вот как раз вернулся из Питера тогда, напитался там всякой творческой атмосферой, всяких лофтов, и приезжаю, и такой проект в Сургуте на меня, конечно, произвел сильное впечатление. Хотя, несмотря даже на то, что там, в принципе, работ было немного, но там вот атмосфера именно затаскивала, как бы, делала 90% позитивного восприятия. И каких-то ВИПов для Владимира Трофимовича тоже удалось привлечь, насколько я помню. В Грещенково была Галина Романовна. Кто-то еще? Ну, это ребята топовые позиции, которые занимают на должностях градообразующих предприятий, частные, индивидуальные предприниматели, да, которые работают. Ну, то есть, тема поперла, но денег все равно больше никто не давал. Да, мы особо так и не просили. Там вот многие люди думают, что, чтобы сделать проект, нужны деньги, да, как бы, большие. Нет, это так и есть. Ну, мы знаем. Да, да, это так и есть. Но обычно деньги заменяются чем-то энергией, да, либо то, что тебе нужно. Например, ну, ты не можешь дать, например, или человек тебе не может дать денег, но можно, например, дать тебе оборудование, декорации, рекламу, да, там, не знаю, шмотки, еду, все, все. Ты просто должен как-то это донести мысль, что ты несешь. То есть, если крутое мероприятие, я обычно, ну, всегда вписываюсь в него, потому что, ну, просто, во-первых, там, лицом посвятить, да, ты какое-то принимаешь участие в этом. Ну, и люди точно так же думают, что, да, если крутой проект, почему в нем не поучаствовать. Там все гораздо проще, чем выглядит. В марте 2015 года, я так понимаю, дошла очередь, в которую ты встал в стерхе в 2013 году, и вы провели сургутский фото-вернисаж. Почему фото-вернисаж? По-моему, из вашей команды фотографов особо не было. Ноль было. Почему решили именно заняться этой темой? Я даже не знаю, как ответить, нафига мы вообще его сделали. Честно говоря, вот самое... Еще сделали целых два. Целых два, да. Самое нелюбимое мое мероприятие, которое было просто. Ушли в страшный минус, ужасный. На тот момент я... Ну, мы об этом попозже чуть поговорим. Есть разница, и это надо различать. Есть, где искусство, и где бизнес. Есть кухня еще. То есть мы об этом попозже скажем. На тот момент я это не знал. Я такой, а, давай делаем вечеринку, делаем движ. Мы сидим, и такие это... Слушай, ну давай сделаем фото-вернисаж для фотохудожников. Ну круто же, много фотографов. Че, че это? А давай. А как назовем? А так и назовем фото-вернисаж. Давай это узнавать. И тут я узнаю, что фотографы это гораздо капризнее люди, чем художники. Просто вот поверьте мне. Не, я не говорю, что они плохие, они реально капризные. Художники тоже бывают капризные. Да, да. Ну, что, творческие люди бывают. И мы идем, помню, что в этот какой-то союз фотографов. А там такие дядьки взрослые, они посмеялись над нами. Ну, мы же опять молодые, горячие. А мы все равно проведем. Ну, мы его провели опять. Изменили зал. И че там было-то. Ну, и так же, как всегда, там фуршет. Картины в раме. Черный зал. Все красивые. Ну, и вот так вот. Ну, если на кухню взглянешь, да, ну, как... Плохое мероприятие. Это, наверное, был первый проект, который существовал не один день. Ну, то есть там целое... Несколько мероприятий было в рамках этой выставки. Концерты различных музыкантов, вплоть до косплея, там, каких-то анимешников. Это все делалось для... Ну, это изначальная концепция была. Либо вы уже увидели, что как-то проект не очень прет, вы решили привлекать людей посредством вот таких вот дополнительных фишечек. Хороший вопрос. Сейчас я всем скажу. Так же, как и в граффити. Ты всегда должен начинать с эскиза. Ну, то есть нельзя к стене подходить и сразу рисовать. Это обычно, ну, не удастся. Либо ты действительно, простите меня, чертов гений, да. Серия мероприятий мы заранее продумали, что это будет такая сеть. Добавились у нас, помню, рэперы, да, там, и мы им еще сняли клип. Вот единственный тот день, там, кто-то не смог у нас выступить. И мы такую рокировку сделали, и то там тоже вселенная надать хотела, чтобы мероприятие состоялось. Ребята случайно забежали, а можно у нас отыграть. И мы говорили, а давай. И они отыграли. Так же еще была, да, у нас Зорница, Боровков на открытии был. Олег, и кто еще был? Хельга вроде выступала. The Living Stones. Точно, Living Stones были, они тогда еще были, да, вместе все. Да, и, в общем, оно удалось, но по финансам оно ушло в минус, в большой. Следующий проект был, опять-таки, на сей раз успешным. Насколько я понимаю, это Behind the Wall 2 на парковке Вершины. С приглашенным художником, известным. Макс 13. Да, это мероприятие тоже финансово было не очень вытянуто в плюс. Или оно было нормально? Нет, это вот как раз тот момент, когда, ну, как сказать, пример, как нужно делать мероприятие. То есть там и в плюс, там и все это рассчитано, у всего есть бюджет, то есть у фуршета, у, как это, затраты на гостя, да, то есть гостиница, перелет. Вот, все это было учтено за много ранее, за три месяца мы это все учли, все посчитали. Максим Яровой, да, в этом школу граффити гаража нам в этом очень помог. У него, я тогда орг-моменты эти не умел делать, вернее, я их не хотел делать, скорее так, он на себя их всех забрал. И у нас мероприятие просто прошло идеально. То есть от начала и до конца, плюс финансово успешно. Ну, давайте так, финансово успешно, это когда ты вышел в больше нуля. Ну да, для Сургута это уже неплохо. Когда вышел в ноль, это тоже неплохо, ну, лучше, чем минус, но хуже, чем плюс 100. Ну, и мероприятие было успешное, что провели мы его в субботу, а в понедельник я уже из Москвы получил приглашение на работу. Да, и, как сказать, ну, на тот момент, ну, я об этом, может, сейчас иногда жалею, надо было соглашаться. На тот момент я опять горячий был, я говорю, что вы от меня хотите? Она говорит, ну, мы хотим, чтобы вы делали мероприятие у нас, у нас торговый центр, открывается площадка, говорит, ну, искусство тоже вот. Экспозиция, да, вот скажем так. Что вы там делали? Я говорю, а что вам нужно? Ну, для начала то, что вы провели в Сургуте, вот такие же мероприятия. Ну, посмотрели, в общем, там прикольно. А я что-то расшумелся и говорю, да что, я два мероприятия не буду одинаковых делать. Я можно подумаю, перезвоню, ну, так я им и не перезвонил, они тоже. Ну, я дальше пошел шагать там. Такая развилочка. Так, как ты вышел на вершину? Это было легко? Да, это было легко. Имея за спиной уже... Да, да, опыт. ...проектов. На тот момент я уже понимал, в чем секрет. Нужно доносить, уметь донести свою мысль. Что ты хочешь вообще? Ну, я взял, упаковался в бумаге, да, и сказал, там было все по пунктикам. Какое мероприятие, что это, кто едет, какие гости, какой гость, да, там, сколько мне нужно времени, сколько мне нужно места. То есть в положении мероприятия было все расписано. И была такая ссылочка, что я хочу от, ну, управленца, да, вершины. И я пришел на встречу, так и так, у вершины тогда вроде дела были не очень, но я так и зашел и объяснял, слушайте, у вас дела как бы не очень, давай поможем друг другу, я вас порекламирую, вы мне поможете мероприятие провести как партнеры. Они, Дмитрий его звали, да, управленца, и он сказал, что за мероприятие, ну, я ему пакет документов, бах и бах, портфолио с первого мероприятия, он посмотрел, 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 говорит, все хорошо, какая тебе дата нужна? Я такая-то, он говорит, все, завтра приходи, будем конкретно уже разговаривать, что, где, как. Ну, я уже пришел на следующий день, он дал мне человека, кто этим всем будет, кто будет мне это все помогать делать. Ну, и мы, с этого все началось и понеслась, пряска. Да, получилось круто. Про второй фото-вернисаж. Да, это провальное мероприятие, но там мы просто уже не хотели делать, честно. Но поскольку вы стояли в очереди, у вас были обязательства. Да, и пришлось его делать. Но если ты не хочешь делать мероприятие, ты сделаешь все плохо. Вот так и получилось, да. Осенью 16-го года в порту состоялся проект «Инки. Полное погружение». Я помню, как ты за, по-моему, пару лет до этого приходил в порт и нам с Сергеем Нестеровым рассказал, что вот хочу сделать мероприятие, там будут запахи, будут картины, будет цвет, под каждую картину своя музыка. Это мы так с Сергеем Юрьевичем друг на друга посмотрели, типа, ну, человек просто художник, что с него взять. А через два года все это состоялось прямо в полном соответствии с тем, как ты это и планировал, по крайней мере. Может, ты планировал что-то, по-моему, ты хотел сделать в торговом центре тоже изначально. Ну, расскажи про весь проект. Это вот с него и стартовала вся история вообще с «Инками», которая у тебя до сих пор продолжается. Расскажи и про саму эту тему «Инков», и про сам проект, и как он состоялся. Хороший вопрос, Юрий. Все началось с того, что… Ну, у меня же, как бы, такой, вроде весельчак, да, но на самом деле это не так. Я социофоб, социопат, и мне с людьми обычно, ну, тяжело разговаривать. Меня, наверное, только директора понимают, и у меня почему-то вот всегда хорошее отношение с директорами, да, как-то сразу складывается. С простыми людьми – нет. И у меня была такая мысль, они, вот, люди приходят и спрашивают у тебя про картину, да, и ты начинаешь, о, блин, ба-ба-ба-ба-ба-буксовать начинаешь. Ну, потому что, что я ему скажу? Ну, и потом родилась идея такая, слушай, а почему я должен рассказывать им? Надо как-то по-другому донести эту мысль, что есть картина, есть же у нас еще свет, есть звук, есть музыка, есть запахи это. И решил вот с помощью вот этого всего вот эту мысль донести. И вот так родился этот проект. Ну, и дальше я уже начал изучать, как это все делать. Тот же Дмитрий Кривошеев, он на тот момент… Внезапно стал парфюмером. Внезапно для самого себя. Ну, он с этим до этого работал, как бы, с этими вот баночками, как смешивать. Он это знал, какие ароматы раздражают человека, да, либо, например, успокаивают. И он примерно знал, как это, как это работает. Ну, и два года, да, ушло у нас на это все, на эту всю сборку. Плюс картины последние, да, рисовались прям в последний день, там, запахи музыка, да, под них тоже писались в последний день. Ну, и потом, что, потом я к тебе пришел, да, к вам в порт и говорю, я готов, да, и мы делаем этот проект. И это был один из вообще самых крутых, если не самый крутой. Единственное, о чем вот я жалею, что если ребята, ну, совет сразу, что если вы будете нечто подобное прокручивать, проделать запахами, если у вас все запахи идут натуральные, да, то есть никогда туда нельзя бросать синтетически. Люди, особенно женщины, они это спалят. И там вот действительно были такие моменты, когда вот капелька вот этого синтетика, да, вот аромата, она просто портила все, просто. Должен был быть запах металла, там картина была такая, война. А люди, как бы, начали так, ну, как бы эффект удался, но мы не этого хотели. Ну, и что там дальше? А дальше все удалось. Ну, еще момент. Когда фотографируют фотоспышка, да, картина становилась белой, да, вот, если мы сейчас посмотрим. Я уже когда забыл про это мероприятие, вот, я его, наверное, полгода назад смотрел, думаю, а что все картины белые, думаю, что за такое. А потом вспомнил, что в этот момент на них же свет светил, вот этот, который там, светорежиссер нам делал, что война на нее красная, там, на клевер, там, зеленый, да, падал. И на пиранию такую, оранжевый. А когда вспышка, ну, работала, это все забеливалась картина. То есть фотографии вообще не передало никак вот то состояние, вот, что мы хотели. Но люди, людям понравилась, мысль донесена. Это одна из самых успешных выставок. Плюс, как по продажам картин, по гостям, которые пришли, да, то есть, ну, сейчас про бизнес немножко. Потому что делать выставки, это все-таки бизнес. Ну, и по отзывам. По отзывам, да. Кроме одного, да, женщине не хватило места, и она ушла, да. Не, ну, всегда, особенно, когда это такое сложное мероприятие, где переплетается много всего, есть какие-то недочеты там. Также еще те, кто стояли в конце зала, до них запахи доносились уже такими перемешанными. Да, смешанными. Вот, ну, в принципе, в начале было прямо реально полное погружение. Буквально через пару недель после инков полного погружения в порту прошла еще одна твоя выставка The Killers. Она, тем не менее, как-то оказалась в тени инков, и не очень много людей ее посетила. Но сама задумка была интересна. Это было на Хэллоуин. Расскажи немножечко о ней, и что ты думаешь, почему она не зашла? Потому что были до этого слишком масштабные инки или просто так совпало? Хороший вопрос, это как раз вот вопрос бизнеса, да, кухни. Ну да, то есть по-любому ты это рефлексировал как-то что-то? Ну это сейчас я могу проанализировать. На тот момент я, наверное, не понимал. И, ну, начнем с того, что если ты делаешь мероприятие, проекты должны выкладываться на 300%. Это истина. То есть по-другому он не получится. Если дальше ты делаешь маленькие проекты, должен выкладываться туда нас по максимуму. На тот момент мы уже сделали такие сеть, ой, как сеть, ряд, ряд событий. Думали, выставки у нас будут там так идти, пам-пам-пам-пам, как поток. И красным был закилерст. Но мероприятие мероприятие, но ты не должен забывать о кухне. Ты должен знать, что проходит в этот день, кто будет, где будут люди. Ну это был Хэллоуин, и люди все были на тусовках, в гримах. Ну даже я вот буду сейчас понимать, что какая там выставка, я пойду тусоваться. Вон, диджей там играет с тыквой на голове, там вот весело. Чувак, какая выставка, блин, на Хэллоуин. Ну это сейчас я осознаю. На тот момент я думаю, о, сейчас будет круто, все придут. Убийцы же там, да, были нарисованы. Вполне успеха, короче говоря. Но это так не работает. Поэтому The Killers, да, так вышло в ноль, да. Но проект был интересный. Да, проект был интересный. Да, это первая выставка, на которой увидел работу Ирина Инг. То есть, как бы для меня ты открыл его как художника, который сейчас, после того, как ты немножечко в другую сторону от художественных работ переместился, он, мне кажется, является самым топовым у нас в городе. Да, если ты согласен. Да, Рино Инг, да, в плане граффити, да, ну, стрит-арт, как это сформулировать. Стрит-арт, работ на холсте, да, ну да, я считаю, что топ-1. Но он был на Behind the Wall втором. Его там были две работы. Скелет и Вандал. Я это помню. Но там было очень много работ и как-то они, видимо, затерялись. А на The Killers они прямо были одним из самых интересных. Да, это было круто. Рино помог. Ну и при Дубаево тоже был Андрей Нитро. Что случилось с третьим Behind the Wall? Там он состоялся в порту через год, осенью 17-го. И до этого ты анонсировал, что он состоится. Потом был какой-то опрос, проводить его или нет. И в итоге мы его провели в порту. Конечно, на фоне первого и второго это уже было немножечко шаг назад. Ну, что тоже расскажешь об этом мероприятии? Хороший вопрос. Ну, там я помню, что были какие-то сложности у меня в личной жизни. Я там слегка на это подзабил. Но когда это все отпустило, мы же хотели третий Behind the Wall провести в ангаре самолетов у товарища Барсова. Да, расскажи. Помните, да, Юрий? Мы с вами когда-то говорили, да, об этом. И хотели провести там. И там был этот ангар, да, где самолетики эти стоят. Он находится за городом. И там проблема была с дорогой. И обсуждалось, что там ее построят. И мы вот это ждали, 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 что там вот это все должно будут построить. Там будет дорога, ее там чуть-чуть отсыпят. И тогда мы идем у товарища Барсова, да, и предлагаем выставку. Но дорогу не отсыпали, время идет. И оно как-то так раз, и уже ты расстраиваешься, потому что под концепт самолетов у нас все было готово. То есть уже упаковано. У меня даже где-то в столе лежит эта концепция и положение в этом мероприятии. Ну и когда мы поняли, что с самолетиками не получится, не пошли к Барсову, и что пришлось это, все это сворачивать уже расстроенными. Но тогда мы, по-моему, на очереди в порту стояли, да? Да, там было запланировано, что ждет от тебя. Да, да. И пришлось, и мы что, быстро собираемся, и уже расстроены проводим это behind the wall 3. Ну так, грустная история там. Но с самолетиками бы все получилось там. Последний твой выставочный проект, ну, по крайней мере, в порту, это «36 тинки». Тоже выставка, которая объединила не только привычную экспозицию, но еще и на этот раз съемку художественного фильма. Ты вот постоянно на что-то замахиваешься такое. И это тоже было интересно и круто. Расскажи об этом. Так. Эта выставка родилась с того, что она мне приснилась, да, я помню, да? В пятницу она мне снится. В субботу я... А, нет, она мне снится с пятницы на субботу. В субботу я к тебе забежал, помнишь? И такой рассказываю, такой, Юра, я такой приду в выставку, такой, ту-ту-ту, там все в индейских раскрасках, да, как инки. Ты говоришь, круто, да, давай делать. Я это опять конспектирую, все положение мероприятия, пам-пам-пам. Как это все делается. Ну, как это все делается. Как мы уже привыкли делать. И начинаем упаковывать опять. Начинаем с того, что в картине участвуют трое, да? Художник, картина, зритель. Художники в какой-то момент забывают это. Думают, что зритель, он понимает, да, и он видит глазами. Но это не так. Мы должны представить, что вот зритель, он заходит, что видит, что делает. Ага, портреты, 36 лиц, посмотрел, ушел. Скучно, скучно. Мысль не донесена. Надо как-то вот это развить. И начинаем это все развивать, да. Думать, 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 что это у нас какая-то вселенная. Надо эту вселенную показать. Эта вселенная другая. И мы начинаем эту тему развивать. И тут рождается мысль, слушай, давай снимем фильм. Как раз мы же хотели снять фильм, полный метр. Потренируемся на коротком. Ну, потом опять мы приходим к вам, да, Юрий? Говорим, давай снимать фильм. Мы сняли его, да? Помогла нам Маргарита Голикова, плюс ребята с Летучего театра. Соловьев, да? Иван Соловьев. Да, Иван Соловьев. Актер театра «Петрушка». Да. Актер Летучего. Угу. И музыку написал Бригда, по-моему. Бригда, да. Мне тоже вот нравится твой такой серьезный подход. Снимаем фильм. Нужна какая-то музыкальная подложечка. Ну, понятно, что за шквар ее где-то стырить, ну, можно ее купить, например. Нет, Влад мне говорит, все, сейчас приедет. Оборудуйте мне место. Сейчас приедет музыкант. Ему нужен со своими колонками, со своим оборудованием. Будет писать музыку. Это серьезный профессионализм. Я даже забыл, Юрий, это точно. Там так же было, да, что... Он говорит, а, у Бригда тебя залило студию. Он говорит, можно я, говорит, к вам, говорит, это... У тебя, говорит, могу записать. Я говорю, прям в комнате? Да, да, давай в комнате. И да, я прихожу, тебе все, говорит, мы там все оборудуем, да, приходит Бригда, мы его закрываем в кабинете, да, и он пишет нам музыку. Да, слушай, круто было, оказывается. Вот серьезный подход к серьезным проектам. Да, это было круто. Многие люди, которые что-то создают, ну, постоянно сталкиваются с тем, что они не могут реализовать все, что задумали. И они начинают делиться на две категории. Одни все это где-то у себя там прячут, никому не рассказывают в надежде на то, что когда-то у них дойдут до этого руки. Есть другая позиция, что обо всех своих проектах, которые ты не можешь реализовать, нужно рассказывать, чтобы идея где-то фиксировалась во вселенной, скажем так. И, может быть, кто-то ее доведет до ума. Ты вопрос в следующем. Готов ли ты чуть-чуть подробно рассказать о нереализованных проектах, но задуманных? Задуманных, нереализованных? Да, у меня есть парочка. После инков полного погружения немножечко анонсировалась инки Таро. Вот, что это такое? Инки Таро – это 21 картина, где нарисованы карты Таро, и вот под каждую карту должен был быть спектакль. Ну, что-то… Мини-спектакль. Да, мини-спектакль. То есть, они 21 эпизод театральный, который за один вечер показывается нон-стопом. Да, ну что, не удалось. Я как-то забыл. Потом какие-то другие мысли. Ну, это нормально, когда у творческого человека очень много проектов. Так, ну, это сейчас опять донесу мысль важную. Такие проекты, их важно упаковать. Вот, инки Таро, он лежит сейчас как в положении мероприятия на старом харде. То есть, он упакованный. Сколько картин, какие спектакли будут? Там, да, лошадь, да? Я сказал, что лошадь проходит, люди падают там, да, во время смерти. Да, обязательно элемент, что должен одну из картин выносить кто-то на лошади. И у тебя, по-моему, стал вопрос с помещением, в которое может зайти лошадь. И плюс стал вопрос… Я вспомнил, что мы не провели. Там же мы хотели соединить 8 проекторов по кругу, вот так вот. И сложность была, что в Сургуте никто не знал, как это сделать. То есть, все как-то предлагали, но это были, грубо говоря, костыли, да, как языком программистов. Это не выход был. Оно могло сломаться, затроить. То есть, тут идет картинка, а тут отстает. То есть, могло быть такое. И поэтому проект на тот момент был очень сложный. И поэтому он такой упаковался и уехал в стол. Ну, кстати, сейчас, по-моему, в медиапарке «Россия.Моя история» есть такая технология. То есть, может быть, стоит… Тем более, ты немножечко с ними взаимодействовал, я знаю, недавно. Проект «ММ.Мастер и Маргарита». Да, «М.Мастер и Маргарита», да. Также там 33 картины, да, каждая по главам. Ой, боже мой. Там картины я сжег, да. Там, нет, нет, там опять виноват во всем женщина. Она говорит, приезжай в Москву, да, туда-сюда. Мы что-то ругаемся. Это уже другая женщина. Нет, это все та же, да. Вот через всю судьбу проходит. Я же, да, однолюб как бы. И что-то мы ругаемся, и заодно картина, она как раз была в этой вот серии. И я как бы взял их и пошел в огороде и сжег их. Ну, потом этот, я, ну, сфоткал их и отправил, говорю, так тебе больше нравится. Ну, получается, там поругались, потом мама говорит, что за угольки в огороде лежат там. Я там, да, все нормально, как бы, давайте рассеивайте это. Ну, и он также, «М.М.Маргарита» лежит упакованный, но на бумаге. Ну, да, такое проклятое. То есть «М.М.Мастер и Маргарита», потому что ты их сжег? Да. То есть ты сначала сжег, потом понял, что это, как бы, пересекается с сюжетом? Или это изначально, как «М.М.Маргарита» планировалось? Они изначально были. Я отфотографировал наших друзей, да, там, ну, всех. Я говорю, слушай, ты на роль там Воланда пойдешь. Ну, тут, простите, боялся человек, ну, потому что, ну, там, как бы, все же верят. Ну, я тоже чуть-чуть, да, все создано создателем. И я отфотографировал людей, и вот, как сказать, вот этих актеров этих засунул в полотна, да. То есть «Азазелл» это был, там, этот барабанщик из «Хельги», я его чуть-чуть, как бы, состарил, но это он был. Потом кто «Коровьев» это, да, был другой человек, там тоже худодлинный. То есть вот это были лица, это как это сказать, это актеры на полотнах были. То есть там мысль была, и все. И мы, я не помню, из-за чего, из-за желтых цветов этих разругались. Ну, там в рассказе, ой, простите, в романе, там, девушка несет желтые цветы, да, и идет падать, как бы, да, там. В этот момент ее встречает вот мастер, ей говорит, там, это та женщина, которую искал всю жизнь, да, там, ждал всю жизнь. По-моему, такие слова там, простите, забыл. И мы поругались из этой картины, как бы, ну, и, ну, что, такое тоже бывает. Ничего страшного. Напишем в будущем. Поговорим про стрит-арт, то, с чего ты начинал и чем занимаешься до сих пор. Очень много достойных работ по городу существует и продолжает создаваться. В частности, большое граффити на стене порта, которое отражает морскую такую направленность нашего, название нашего заведения. Расскажи про какие-нибудь свои любимые проекты, как ты их придумываешь, что тебя так увлекает в этом процессе и какие ваши творческие планы, естественно. Мне, конечно, стыдно об этом говорить, да, но сейчас один только коммерческий проект. Последний, который я рисовал от души, по-моему, это был как раз вот инки, когда были женщины в гримах, и я их рисовал, это как было промо. Там вот, да, от души было. Ну, сейчас это все либо социальные проекты, либо коммерческие. Ну, наверное, больше социальных. Ну, коммерция, то есть ты делаешь работы на заказ, но эскизы ты рисуешь сам. Да. Преимущественно. И, ну, как бы все равно это достаточно пристойные получаются, ну, классные работы. Работаешь ли ты по заказам, где уже от тебя что-то требуют? Ну, то есть то, что тебе не нравится. Нарисуешь ли ты за деньги то, что тебе не нравится? И было ли у тебя такое? Хороший вопрос, спасибо. Либо так, там оно немного по-другому работает. Когда заказчик рассказывает, да, дает ТЗ, ну, вы же все равно можете его под свой ладо перекроить, как бы, и донести мысль тоже, что, слушай, давай вот сделаем вот так вот. Я понимаю, да, ты там хочешь денег, да, рекламу, вот, чтобы оно как реклама работало, но мы можем же красиво сделать, как бы. Давай вот чуть-чуть вот этого добавлю. Ну, и заказчики, они обычно соглашаются, потому что, ну, ты приносишь эскиз и сразу мысль свою доводишь и показываешь, что будет, что будет. Он, ты говоришь, вот то, что ты хотел, а вот, вот это мы можем сделать. И это будет не только рекламно, да, но и красиво, как бы. И все, мы спокойно начинаем работать и делать, ну, делать, рисовать граффити, да. У тебя есть какие-то определенные табу в коммерческом стрит-арте, то есть, какие-то заказы, за которые ты точно не возьмешься? Ну, что является зашкваром, короче говоря? Ну, как всегда, ну, там. Политика, там, религия. Да, да, вот это, так. Если там голосуй за этого, плюс, разумеется, вся наркота сразу отпадает, и что там? Ну, такая вот, короче, стандартные моральные ценности. Насколько большой зашквар рисовать через проектор? Почему? Это не зашквар вообще. Рисуешь тоже? Конечно. Это, опять говорю, да, моя любимая фраза уже, это не так работает. Проектором вы просто ускоряете свою работу. То есть, ты светишь сразу здесь, ты раз-раз-раз наметился баллончиком, и ты только ускорился. Ты точно так же можешь и без проектора это все перенести туда, просто затратится много времени. Это просто для ускорения времени используется у проектора. Ну, это так. Этим летом ты принимал участие в проекте «Река времени» по разрисовке с Сургутской набережной. Это тоже для тебя такая история чисто коммерческая, или ты там как-то себя все-таки, ну, нарисовал что-то для себя интересное, для родного города? Ну, как бы я сейчас до этого не говорил, да, коммерция, там, социальщина, да, либо еще что-то. Я уже в своей жизни, да, ну, много сделал достойных проектов. Ну, честно, да, вот. Согласен. Ну, по-настоящему я счастлив, вот именно когда рисую граффити. Я не знаю, почему это. Там действительно есть такой момент, когда есть только ты, стена, и ты рисуешь, ты отключаешься, входишь в такой, какой некий транс, там, у тебя эскиз, ты туда, там, сюда смотришь, да, и как-то, не знаю, злой своей мысли, там, ты как-то в стене, это в краске растворяешь, как бы. А на «Набережная жизни», там вот эскизы были Натальи Янчинской. А, ты по ее... Да, я по ее эскизам работал, потому что меня пригласили, я спросил, будешь рисовать эскизы, я говорю, слушай, я не хочу вообще, прям вот я не хочу придумывать сейчас эскизы. Ну, и мне пригласил Максим Яровой, говорит, слушай, там Наталья, говорит, нарисовала, говорит, приколись. Ну, я смотрю, ух ты, круто, там рыба, да, такая большая, какие-то там закатики, журавли эти летят. Ну, Наталья молодец, да. Да, и я только слушаю, ну, это очень круто, я с удовольствием говорю, вот это нарисую, как бы, ну, и влился в этот проект и нарисовал. Доволен? Доволен. Результатом. А что, граффити как граффити. Хорошо, а как тебе проект музей под открытым небом? Я понимаю, про что вы говорите. Ну, давайте сейчас так, да, вот кухня и там какие-то штуки, мы отдельно, а именно как проект, да, вот, как проект. Интересно, достойно, сейчас он только начал вот что-то новое приносить. Поначалу вот это, простите, у меня везде природа, блин, она вообще надоела всем, блин. Я понимаю, да, там, бабушки, да, социальщина, вот это у нас прет. Ну, вы что, не могли как-то это обыграть, там, вот, например, у вас там деревья, да, вы хотите деревья, природа, ну, сделайте джунгли там какие-то. Ну, что-то такое, развивайте. Нет, блин, там природа, природа, природа была. Ну, уже, по-моему, этот год я уже видел, там уже другие работы, там уже какие-то истории были, какие-то, какое-то развитие шло. Ну, и сейчас я уже присоединился к этому проекту, да, то есть у нас уже есть музей под открытым небом. Вот как раз на музее «Россия. Моя история» это вот, там три граффити, это как раз вот этот проект, там «Викинг» написан в граффити «Шапка Мономаха», ну и там «Старый город». Ну, то есть пейзажи закончились. Да, да. Плюс также мы на Бажуо-17 разрисовали ТПшку, это первая из ТПшка, ТП это теплой пункт, понятно, да? Да, есть разные интерпретации. Да, да, я вот сейчас поэтому уточнил. Там я разработал, придумал, серия города будет, то есть первый это такой пустынный город, то есть такой он засыпанный песком, там чувак на верблюде, который похож на ассасина, но это археолог, и он нашел там этот город. Следующий у нас, я планирую там, ну если останусь в этом проекте, там ледяной город, подводный, ну и я бы хотел какой-нибудь Марс еще нарисовать, по-моему, тоже будет интересно. Ну, это реально интересно, потому что то, что было до этого, конечно, лично для меня оставляет много вопросов. Ну и сейчас, что я зарезюмирую, как проект этот развивается вот сейчас, мне нравится. Поначалу, я что-то как-то был во скучно, сейчас, да, прикольный проект. В Сургуте есть два больших мурала, оба они сделаны приезжими художниками, никак не связаны с Сургутом. Как ты думаешь, почему так происходит? У нас в городе есть достойные тоже художники, даже некоторые из них рисуют муралы в других городах, а в Сургут почему-то привозят кого-то, даже не в рамках какого-то фестиваля, чтобы там какой-то был обмен опытом, а просто как коммерческий заказ, приехала девушка, разрисовала от Надзержинского деревья, приехала какая-то группа нарисовала пилотов уральских авиалиний. И вот, что ты думаешь, почему так? Честно, да, я вообще не понял их. Тот же, ладно, вот, ну те ребята там, да, вот, которые ты сейчас вот назвал, как бы, топчики Сургута, да, они спокойно могли это все нарисовать. Я, например, ну, я... Речь идет про Бориса Карасева и Сашу Рокетов. Ну, и Янчинская тоже на лесах нормально работает, она бы это вообще там гениально все нарисовала бы. Ну, почему позвали, я вообще не понял. То есть, ну, я леса боюсь, как бы, да, там я выше третьего этажа, там не лезу никогда. Ну, ребята, я, вот, честно, я не понял, почему надо было звать художников с других городов. Возможно, там есть, ну, как сказать, там мысли и истина, она гораздо глубже, и она, скорее всего, за занавесом. Почему это так? Попробуем разобраться в этой теме с Максимом Яровым в следующем выпуске. А пока перейдем к, собственно, компьютерным играм. В определенный момент, как мы уже говорили, ты перестал делать какие-то крупные проекты и перешел в сферу разработки компьютерных игр, чем сейчас ты занимаешься. Собрал определенную команду. Расскажи, почему решил перейти вот именно в эту сферу и зачем? Так, все началось после того, как мы сняли короткометражку, да, вот, мы показали его в порту. И после этого я, у меня не оставляла мысль про вот тот проект с проекторами, да, что по кругу. Я начал изучать 3D-маппинг, начал изучать 3D, чтобы сделать другой проект совершенно. И что там происходит? В твоих социальных сетях стали вместо каких-то работ в стиле стрит-арт появляться работы, созданные посредством компьютерных редакторов? Почти. Я решил, вот, хочу в это уйти, уйти, уйти. И тут у нас наступают новогодние каникулы, они такие длинные, как бы. И в один из дней я сижу, думаю, что-то хочу что-то поиграть, что-то посмотрел, там все скучно, либо слишком толерантная игра, да, я такое не люблю, когда вот там такое. И что-то думаю, а что там в инди-индустрии? И набираю инди-игры, и там выходит статья, игры написанные одним человеком, там 10 штук аж. Я такой, что статья? Открываю, а там, ну, просто действительно там слез и ремонтник, грубо говоря, написал игру года. Я такой, ничего такое, давай это все изучать. И для меня открывается новый мир, что это оказывается все реальное, что вот это все можно создать человеку неподготовленному, то есть без образования практически, да, там, я начал все это изучать туда-сюда. В этот же момент я хочу написать полнометражный фильм. Я дергаю, да, получается, постоянно эту Маргариту Голикова, да, я говорю, слушай, давай снимем фильм, давай снимем фильм. Она в этот момент занята-занята. Я такой, ну, хорошо, значит, значит, судьба сюда уйти. Ну, и начинаю это все изучать больше, начинает что-то уже получаться, я скачиваю эти движки, что-то уже собирается в это. Ну, и со временем это меня уже начинает засасывать, я уже что-то в этом шаре, простите меня, зажаргон. Зажаргон. И тут как раз наступает тот момент, а что ты несешь в жизнь, вот какая твоя игра будет. Из серии Инки у меня есть персонажи Мистер Уоррен, Мистер Кот, да, такие вот, как по нам, по нашему образу их создал. Там есть некий сценарий такой, он уже был, я про это хотел снять фильм, либо написать комикс. Ну, и я такой, а почему не сделать игру про это? Ну, и все, загорелся эта идея, давай все изучать. Первые локации были просто страшно тяжелые, там, а не FPS 3 было. И друзья ходят, спрашивают, что ты делаешь? Я говорю, я занимаюсь разработкой игр. И они сначала смеялись, говорят, а про что игра? Ну, я не буду сейчас полярить, но там круто. И я начну рассказывать, они говорят, слушай, ну, это прикольно, это действительно круто. И я говорю, о, все, надо делать. И снова, давай это все изучать, собирать, собирать. Пока в какой-то момент ребята не говорят, слушай, Влад, ты еще ни одной игры не выпустил. Ты не боишься, что сейчас ты запоришь офигенный сценарий тем, что ты не умеешь разрабатывать игры? Я такой, слушай, ну, раньше же получалось у меня с выставками. Думаю, здесь тоже получится. Ну, что-то это зерно сомнений уже поселилось во мне. Я такой, все, надо на чем-то потренироваться. И рождается вот этот проект, как раз «Изумрудный город». Мы его начинаем тоже собирать, собирать, собирать. И тут авторские права, оказывается, возникает вопрос. Мы же как коммерческую хотим деятельность. «Изумрудный город» там права есть у семьи Волкова, да, русская, которая, российская история. И есть еще заграничная, которая Warner Brothers, вроде бы, страна ОС. И обе, обе компании, да, вот эти, могут мне что-то предъявить, что мы вот игру сделали без лицензии. Мы, да что такое? Ну, ладно, опять мы это упаковываем. И откладываю я это в сценарий расстроенный. Тут я кому-то делаю дизайны. И все уже знают, да, у меня капают вот эти чернила акварельные эти на листок. И так рождаются инки. Ну, именно чернильный человечек, про кого вот мы начали писать игру. А еще игра «Инопланетно-русский словарь» она была до или после? Блин, что-то напомнил. Это вообще, я уже научился разрабатывать. Да, я уже знаю, как это работает. Я думаю, слушай, сейчас я быстро соберу демку. Ну, и покажу. Если зайдет людям, то я продолжу. И как раз вот на ваше мероприятие, да, на арт-пикник, я его давай собирать. И все, там уже чувачек бегает, прыгает, какие-то монстрики ходят. Ну, то есть поиграть уже можно было. И я работаю в грозу, и молния бьет в землю, да, и через ноль заходит и жгет мне компьютер, монитор, роутер, блин. Просто вот это было, блин, обидно. Харт мне восстановили, ну, после... Игра была у нас отрисованная вся в фотошопе. Но после восстановления у меня картинки вот такие стали. Ну, маленькие там, 5 на 5. Это не годится, чтобы, ну, засунуть в игру, все будет пиксельное. Ну что, расстроенный я и... да. То есть ты знак судьбы не воспринял и решил продолжать? Ну да, пришел продолжать. И уже вы начали делать игру One Story. Да, а The One Story я все опять упаковал, понимал, про что это будет игра, в каком сеттинге она будет, на сколько часов, да, то есть все прописано было. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты устаешь. То есть игра, она как форма искусства самая сложная, честно. То есть если вариант с картиной участвует трое, да, там, зритель, картина, художник, то здесь сложность добавляется тем, что зрителя надо поместить в эту среду. То есть он должен вот сесть в игру и поверить, что он там находится. Он должен получить тот experience, да, тот опыт, который нужно. Вот сложность в этом. Ты начинаешь понимать, что ты устаешь, и я в какой-то момент принимаю решение, что, слушай, все, пора собирать команду. Ну, и даю объявление. И сейчас вот команда у нас собралась, да, называемся мы Charge Game Studio, заряд, нам уже два года, и продолжаем работать. Сколько человек там на данный момент? Шесть. Это все из Сургута или есть какие-то удаленные? Все сургутские ребята. Удаленка у нас только музыка. То есть ребята из Петербурга, из Новороссийска. Но они хорошо пишут, и просто нам нравятся их стили, поэтому сотрудничаем. Как бы остальные, да, все из Сургута. Вы запустили на планете.ру краудфандинг-акцию по сбору средств. Чем все закончилось? Где мои 250 рублей? Мы же написали, что всем дадим ключ. Как бы это не вопрос, как бы. Чем все закончилось? Ну, все закончилось плохо, и это нас чему-то научило. Оказывается, надо, когда ты ребят зовешь в команду, надо перепроверять их, надо смотреть на их портфолио. И если кто-то приходит и говорит тебе, что он самый крутой в мире маркетолог, самый крутой в мире чувак, и сейчас он вам приведет инвестиции, надо все-таки его проверить. И как бы он красиво не рассказывал, как Аяза Шабуддинова, что ребята, сейчас я вам привлеку инвестиции. Ну, в какой-то момент я говорю, слушай, ты в этом во всем шаришь? Давай ты на планете.ру нам размотаешь вот этот. На тот момент, когда мы сами занимались, там уже до 6 тысяч мы накопили, деньги потихоньку шли, пока мы сами занимались. Потом я все скидываю на этого человека, сам ухожу снова непосредственно игрой заниматься. И все мы делаем, делаем, делаем. Я туда не лезу, как всегда, чтобы не сглазить. И зашел я, по-моему, туда через полтора месяца, думаю, ну там, наверное, уже тысяч пятьсот, думаю, там восемьсот. Захожу, а там как были 6 тысяч, которые мы с командой, ну, мы собирали, когда сами делали, так и осталось. Все, у меня паника. Бежим на себя пресс, интервью, пытаемся что-то сделать, какие-то статьи, ну все, ты уже время потерял. Человек уже говорит, прости, я не смогла, не смогла. И ты, боже мой, блин. И уходишь, да, расстроенный. Ну что, ничего страшного, бывает. Доделали груз, сделали демку, полетели в Петербург, взяли первое место. Все. Что вам дало это первое место? Никак не подкреплялось каким-то денежным вознаграждением? Или возможность... Хороший вопрос. Каких-то преференций по продвижению игры, там. Когда с демо-версией, да, это вот, с Инки, полетели в Петербург, там, ну, чуть-чуть об этом расскажем, потому что это важно. Ну, расскажи, что за вообще ивент, как он называется? Так, это называется... Ну, его проводит такая есть сообщество Индикатор, вот от Инди Геймс, да, вот Индикатор. И они в Петербурге занимаются развитием вот этого всего, то есть ребята молодцы, все это продвигают. Они проводили митап, это называется, то есть студии заходят в зал и демонстрируют свои игры. Первое место было приглашение в Москву. То есть и мы там соревновались с 12 командами. Ну, когда в Сургуте же тут же свой мир, тут мало очень программистов, айтишников, ну, их по пальцам всех можно топовых пересчитать. Но когда ты приезжаешь в Петербург и видишь всех этих людей, это совершенно другой мир. Это все быстро развивается просто бешеным темпом. Получаешь обратную связь. Все говорят, что так, что не так. Ты просто там катастрофически быстро эволюционируешь. Ну, и 12 команд. Называю третье место, нас нет. Второе место, нас нет. И первое тут. Я думаю, да, сейчас та игра с мотыльком выиграла. Оно там прикольная такая была. И тут The One Story. Я ничего себе такое. Ну, было приятно, конечно. Чуть не заплакал в тот момент, но за призом вышел. Ну, и нам подарили приглашение в Москву. Когда мы прилетели уже в Москву, тут мир еще раз расширился. Там были топчики со всего мира. То есть они уже... Что за сеттинг? Про что игра? Там это все так... Ты рассказываешь, им нравится. И они уже не говорят тебе, что твой продукт, игра, да, плохая. Они говорят, что он хороший. И вот как его усилить? Как его улучшить? И они добавляют вот такие идеи. Ты ничего себе, а что так можно было? То есть это действительно же разобьет игру. Если хотите инвесторов, они тоже там есть. То есть в другой мир совершенно. Деньги, люди, разработчики, информация. Очень много всего. Но в Москве вы ничего не выиграли? В Москве уже нет. Как Суньзы сказал, да, там, знаешь себя и не знаешь противника, ты будешь побеждать через раз. Ну, что и получилось. То есть если сейчас вернуть все в прошлое, я знаю, как выиграть. То есть надо донести мысль. В Москве она не была донесена. Потому что аудитория уже тысяча человек. У тебя нету ни трейлера нормального, ни сфокусированной мысли. Ты толком еще говорить не умеешь. Тебе подходят люди. К топчике ты... Бэ, Мэ, да, там, игра, там, чернильный человек в стиле Тарантино, да, там. Но сейчас... Сейчас уже все хорошо с этим. Сейчас мы знаем, как победить и как доносить правильно эту мысль. Почему вы решили заморозить этот проект? Хороший вопрос. Когда вы молодая студия, вы тоже, ну, если кто-то сейчас будет нас смотреть, да, разработчики молодые, когда у вас будет достойный продукт и вы с ним выйдете, на вас выйдут инвесторы, да, издательства или еще другие. Лояльность к вам на самом начале будет очень низкая. То есть со всего выигрыша, да, ну, со всех продаж вы получите, ну, например, процента 2-3. Ну, инвестор на себя берет все риски. Как бы, ну, нормально. Как и в любой другой сфере там. Да, мы с командой посчитали, что, ну, что-то как-то, этот, ну, не очень 3% за инки и продавать его так дешево мы что-то не захотели. И тут опять, блин, тут мы будем сами, короче, толкать это, весь этот движ. Как раз были топчики, а, те ребята, которые были из Петербурга, они прилетели в Москву. И вот уже под конец этого мероприятия подходит Андрей, там он, Unreal Engine 4 Daily, он, у него свой этот, свой журнал, как это, журнал-сайт в интернете. Я ему задаю вопрос, слушай, у меня сейчас два варианта, брать деньги, не брать деньги. И на тот момент он говорит, слушай, это оба верные варианты, что как посчитаешь нужным, так и делай. Ну, мы возвращаемся в Сургут, ну, и принимаем решение, что будем делать сами. И тут опять снова горит компьютер, мощный, денег, это снова сотку вынь до пола, чтобы железо хотя бы схавало это. Горит компьютер у второго сотрудника, да, соратника, у Насти, блин. Тут вообще мораль падает. И Максим Ировой приходит и говорит, слушай, давай, говорит, вы на ноутбуках сделайте игру. Ноутбуки давай собирать, инки он уже не выдерживал. Надо было игру проще делать, потому что модели изменились, они уже стали такими покачественнее, они стали тяжелыми. И ноутбук на стадии разработки не мог их прожевать. Ну, и в какой-то момент я предлагаю, говорю, слушай, ребят, давай мы попроще сейчас сделаем игру за годик, там, за полгода. И ее продадим и с нее запулем деньги в инки. Ну, все, что делаем с инки? Владимир Менякин, наш ведущий сценарист, дописывает весь сценарий. Мы его пакуем, замораживаем, расписываем сеттинг, всю документацию и откладываем. Все, приступаем к новому проекту. Быстренько за две недели пишем там мозговой штурм, все дела, пакуем. И сейчас мы разрабатываем Атрию, да. В октябре, вот сейчас уже, как год мы ее разрабатываем и в четвертом квартале она у нас сейчас выйдет. То есть ее ждет уже релиз. Расскажи про Атрию. Так, Атрия, это... Некая антиутопия, которая происходит в России. Это уже интересно. Это хоррор от первого лица в сеттинге научной фантастики про русского космонавта, который летит колонизировать планету. Но не все хорошо с этим космонавтом. У нас Россия будущего. Она империя, монархия, все дела. И неких таких штрафников отправляют в космос изучать в самые неблагоприятные районы космоса. То есть их отправляют. И вот наш главный герой на одном из таких кораблей летит. Он работает инженером. И когда что-то случается с кораблем, его там будет, и он обязан там проверять, что не сбился ли корабль с курса. Со временем, пока он ходит, он понимает, что он там не один, и что какая-то штука происходит. Вот будет второго инженера, который главный, ну тот уже гражданский, который бежит от себя. Ну там у всех историй, вы увидите это все. Там все персонажи развиты очень хорошо. И они вдвоем бегают по кораблю и решают эту проблему. Дальше они понимают, что они там не одни, ну и начинают все это разгадывать, эту загадку, что там вообще происходит. То есть, ну, такая игра, простите, ну так, чтобы не спойлерить, ничего так, я около пройдусь. Ну, звучит очень интересно и заманчиво. Ну что ж, желаю вам успехов, удачи с завершением для начала Атрии, а потом и всего прочего. Ну, а я как руководитель порта, конечно, также испытываю определенные надежды, что когда-нибудь построят дорогу к аэродрому Барсова, что когда-нибудь ты найдешь помещение, в которое сможет заехать лошадь. И как бы, ну, ждем от тебя новых проектов и удачного осуществления проектов, которые сейчас в разработке. Спасибо, что пришел, ответил на вопрос, я думаю, всем было интересно. Спасибо, что позвали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова